На три года выделено 248 миллионов рублей на развитие регионального туризма. 50% этих средств пойдет на обустройство туристических территорий. Их насчитывается в Пермском крае порядка 400. Реально ли привлечь на особо охраняемые природные территории бизнес? Поговорим с Львом Третьяковым, начальником управления по охране окружающей среды Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края. Лев Борисович, здравствуйте. Здравствуйте. Мандемия внесла свои коррективы и в том числе изменение туристического бизнеса. Возможно ли в Пермском крае ожидать бум глэмпинга и автотуризма? Мы очень надеемся на это, по крайней мере, потому что туристический потенциал, качество природной среды, огромное количество интереснейших объектов, природное богатство. Все это дает нам очень серьезный ресурс для развития внутреннего туризма и действительно в условиях, когда выездной туризм становится не очень хорош по тем или иным основаниям, в том числе и эпидемиологическим. Конечно же, мы рассчитываем на то, что те туристы, которые поедут в Пермский край, они поедут к нам осознанно, они поедут к нам не на день, а на несколько дней, чтобы оставлять здесь какие-то деньги. Эти деньги шли на развитие Пермского края и мы надеемся, конечно же, что эти туристы будут ответственны, а мы поможем им ответственно относиться к природе, обустроив ее так, чтобы эта выросшая рекреационная нагрузка не разрушила наш уникальный природный комплекс. Прошла пресс-конференция, где был такой обмен опытом с другими регионами, где уже реализуются подобные инициативы. Расскажите подробнее, что там было интересно. Да, действительно, у нас буквально сегодня, я вернулся из Красновишерска, с поездки с коллегами началось все здесь в Перми, в Госуниверситете. По предложению нашего руководителя, министра природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Дмитрия Михайловича Белановича, мы собрали ведущие национальные парки, заповедники России, ведущие именно в сфере развития экологического туризма, добившиеся наибольших успехов. Те, у кого турпоток за последние 5-10 лет вырос втрое-вчетверо, в том числе, например, нацпарк Красноярские столбы, где более миллиона посетителей уже, а 10 лет назад у них и до 200 тысяч не доходило. И это при том, что они как раз обустройством столбов такую нагрузку рекреационную легко переносят, у них не разрушается уникальная природа сибирская, а ровно организовано все так, что туристы приходят, получают большое удовольствие, у них есть огромное количество активности, не все из них даже по большому счету доходят до верха этих столбов, потому что там множество так называемых туристических ловушек, когда идут, вот дети видят какой-то игровой комплекс, они бегут туда, пока люди здесь, пока люди там, уже закончился день, люди получили удовольствие, но не нанесли вреда природе. Вот наша задача, конечно же, делать ровно так, и ровно этому посвящена была эта конференция, получить наилучший опыт, самый прогрессивный опыт Российской Федерации в сфере развития экологического туризма, в сфере того, как за не очень большие деньги можно, сохраняя природу, привлечь туристов. Вот это те главные вопросы, которые мы задавали нашим федеральным коллегам, нашим уважаемым экспертам. На конференции также были услышаны предприниматели. Так вот, какой бизнес можно привлечь на особо охраняемые территории Пермского края? Бизнес на самом деле можно привлечь любой. Важно найти с ними какие-то точки соприкосновения, потому что что хочет человек, когда он едет куда-то? Он хочет, чтобы он попал на место без особых сложностей, то есть это транспортные услуги, это какие-то парковки, это охраняемые объекты, чтобы можно было, например, оставить машину, или наоборот взять машину или иное транспортное средство, чтобы добраться до интересующей его точки. Это раз. Это, конечно же, услуги питания, это гостиничный бизнес. А для нас, как для природоохранного ведомства, все-таки интересно, чтобы люди отдыхали не по-дикому. Ну, все-таки наша природа не может позволить, чтобы сотни тысяч людей находились на ней без какого-либо обустройства. Людям нужны, простите, туалеты, и с этого начинается любой туристический кластер, любое обустроенное пространство. Людям нужны туалеты, людям нужны настилы, чтобы они не вытаптывали почвенный покров, не разрушали почву, корни деревьев. Людям нужны какие-то удобные места, где можно остановиться, сварить еду, покушать. Людям нужны удобные и хорошие обустроенные стоянки, может быть, уже в готовом формате, те самые глэмпинги, которые вы упомянули, когда ты спишь не в палатке, а в неком обустроенном шатре, и ты лежишь не на земле, а у тебя настоящая кровать. Да, это дорого, но это тот, наверное, формат, к которому надо стремиться, и мы должны просто предоставить людям выбор. Ты можешь спать в палаточке, но на обустроенной территории, можешь заехать в домик, можешь заехать в глэмпинг. И вот наша задача, да, действительно, обсуждая с турбизнесом варианты, где и как они хотели бы присутствовать, обустраивать наши природные объекты ровно в этом. То есть нет смысла вкладывать деньги просто так, ожидая, что, может быть, какой-то бизнесмен придет. Только на основе диалога с инвестором. Для инвесторов это понятная бизнес-модель? То есть есть ли какие-то препятствия, механизмы по аренде земельных участков? Все они прозрачны? Они все достаточно прозрачны, здесь действующее законодательство довольно четко все регулирует. Вопрос только в том, каким путем пойти. Мы можем просто предоставлять землю, голую землю, но она сопровождена множеством ограничений, потому что мы упомянули, это особо охраняемые территории. Предавляющее большинство особо охраняемых территорий у нас это леса, это лесные земли. Там дополнительные ограничения включаются для бизнеса. И они, соответственно, должны достаточно большой пакет документации разработать, разрешающий и регламентирующий их пребывание там. Или мы обсуждаем, это второй вариант, с бизнесом, что они хотели бы видеть, как лучше обустроить то или иное место. Вкладываем деньги бюджета, обустраиваем это место, и уже сложившуюся готовую инфраструктуру передаем бизнесу в аренду. При этом они несут только затраты по эксплуатации и какому-то текущему ремонту. Земля остается у нас. Вот такие вот варианты как раз мы с коллегами обсуждали. И большинство, конечно, идут по пути именно предварительного обустройства за счет государства, за счет средств самого там заповедника, национального парка. И после этого часть этой инфраструктуры предоставляют бизнесменам. И вот это и позволяет им развиваться наиболее активно и абсолютно устойчиво. У них нет случаев, когда они бегали бы за бизнесами, говорили, что вы такое понастроили, это совершенно невозможно. То есть нет, они избегают этих... А по окупаемости есть уже определенные здесь цифры? Здесь надо считать. До конца года будут ли какие-то четкие подвижки в эту сторону? Может быть, есть уже порядка ста точно появится бизнесов на территории охраняемых? Нет, про бизнес я бы сейчас говорить не стал, потому что мы только в самом начале переговора. У нас есть определенные планы по обустройству природных территорий. Это те деньги, которые уже сейчас есть в Минприроды края. На эти деньги мы планируем обустроить несколько так называемых экотроп к самым нашим популярным объектам. Из списка популярных объектов, и мы сейчас выберем все-таки, где начать. Это камень Витлан, мы были на него, на нем вот буквально вчера, там, естественно, надо строить подходы. Это камень наши пермские столбы, у нас были как раз красноярские столбы, да, вот у нас столбы, у них столбы, так интересно. Это камень столбы, туда точно так же нужны подходы. Это где-то туристические стоянки вдоль берегов рек. Участки под эти стоянки уже формируются, мы их формируем, и это у нас наша краевая дирекция особо охраняемых территорий. Эти участки получат в пользование, и вот дальше они уже будут развивать эти дальше стоянки, скажем так, в цивилизованном, современном, правильном формате. Лев Борисович, а почему до этого не возникало желания обустроить особо охраняемые территории, развивать эко-туризм, или это пандемия внесла свои коррективы? Нет, желание такое было, и в какой-то сфере, в какой-то мере эти наши особо охраняемые территории обустроены. Просто есть разные стандарты обустройства. На сегодняшний момент под обустройством территории мы подразумеваем, что у нас есть аншлаги, предупреждающие, рассказывающие, информирующие посетителей. У нас есть инспектора, которые собирают мусор на территории природного парка Пермский. Более 2 миллионов в 2000 году было потрачено на вывоз мусора, и по отзывам посетителей стоянки все-таки стали почище. Мы это делаем, поскольку там, понятно, в дикой природе, ну никак туда мусоровоз не загонишь, там только ручные такие технологии. Вот, и какие-то объекты, как раз вот готовые стояночки совсем мини-формата, то есть это туалет, это хороший такой навес со столом с лавочками, это аншлаг, это кострище, это скамейки. Вот несколько таких объектов мы совместно с Минтуризмом Пермского края создали. Они появились часть осенью, часть появится весной уже, но судя по тем данным, которые вы упомянули, по тем значительным средствам, которые предусмотрены краем на развитие, конечно же, этого недостаточно, и надо двигаться дальше. Вопрос, куда пойдут эти деньги, ну это вот на сегодняшний момент, я понимаю, вопрос больше к Минтуризму. Они сейчас распорядители этого ресурса, но мы с ними здесь находимся в диалоге, мы точно не антагонисты, потому что нам нужно туристов с сохранением природы, а им нужно развивать туризм. А куда поедут туристы? Ну точно не в каменные джунгли, скорее всего, они поедут опять-таки к нам на наши особо охраняемые территории. Спасибо большое, Лев Борисович. Я напомню, мы говорили про развитие экотуризма в Пермском крае, разговаривали с Львом Третьяковым, начальником управления по охране окружающей среды Минприроды Пермского края.